Здравствуйте, в эфире программа Город действующие лица, меня зовут Алексей Шулепов. Ну вот уже температуры стали опускаться, соответственно в наших домах должно, по крайней мере в батареях должно появиться тепло. Именно о старте отопительного сезона мы сегодня с вами будем говорить. Я гость нашей сегодняшней программы, заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Краснодара Юрий Донченко. Здравствуйте, Юрий Зиновьевич. Ну давайте вот с чего начнем. Мы в последний раз с вами встречались тогда, когда город только готовился к отопительному сезону, готовился к зиме. Тогда еще не было подписано постановление главы города Краснодара о начале отопительного сезона. Ну и соответственно холодов-то таких нет. Холода наступили. Все ли котельные заработали? Во всех ли домах сейчас в городе Краснодаре есть тепло? Ну все наши 239 котельных, которые находятся на территории муниципального образования города Краснодар, заработали, работают. Во все дома тепло подано. Единственное, бывают проблемы по внутридомовым сетям. Все это ежедневно мониторится. Специалисты выходят, смотрят. Воздух, стравливание, налаживание гидравлики. То есть процесс идет, но тепло подано во все дома. А тогда вот вы говорите, да, там где-то воздух есть, там где-то гидравлика, где-то вот, ну то есть как бы такая наладка, да, вот на таких вот нормальных температурах. Да, пока еще температуры не такие минусовые, большие. Сейчас идут там, где необходимы наладочные работы, вот, чтобы при понижении температуры системы функционировали бесперебойно. А вот этот, вот эта ситуация, вот этот процесс, насколько он нормальный, да, ну то есть это в принципе нормальная ситуация, там из года в год это происходит, да, или допустим в этом году в системе воздуха было больше, мы делали там какие-то определенные работы и чего-то не доделали. То есть или это нормально, это из года в год происходит? Это нормальная, обычная, рутинная работа. То есть при пуске тепла берется вода сетевая, в любом случае попадает в нее воздух. И чтобы этот воздух стравить, необходимо тепловые сети травят на своих сетях, у них есть специальные воздушные, так называемые, спускники. А в домах травят управляющие компании, эти воздушники находятся на верхних точках разбора отопления. То есть в любом случае без этой процедуры не обойтись. Тогда получается, если вдруг, ну там по каким-то причинам я подхожу там к своей батарее, понимаю, что она там не теплая и есть какие-то проблемы, мне прежде всего нужно обращаться в управляющую компанию или там в ТСЖ. Прежде всего в управляющую компанию или если под управлением ТСЖ, естественно в ТСЖ. Выйдут, посмотрят, если параметры в дом поступают нормальные теплоносители, посмотрят воздух. И если там какие-то проблемы возникают, то естественно потом выходит уже комиссион, совместность с ресурсоснабжающей организацией смотрят. Если говорить в этой централизованной системе отопления, насколько я правильно понимаю, ну большая часть города как раз, ну сейчас не беру частный сектор, хотя наверное в частном секторе может быть где-то есть, она, вот действительно эта система отопления централизована. Вот эти первые дни пуска, когда, ну действительно чуть похолодало, как вы говорите, все котельные заработали, когда тепло уже начали подавать. Насколько, скажем так, этот пуск был штатным? Были ли какие-то, может быть, аварии? Я понимаю, достаточно большой объем работ мы сделали летом, да? Где-то, может быть, что-то не подкрутили, где-то, может быть, что-то там не заметили, делали опрессовку, там вроде все было нормально, а сейчас прорвало. То есть вот этот старт, насколько он был плавным, насколько он был штатным? Ну в принципе шаг этот в этом году был более-менее плавным. Естественно возникали аварийные ситуации, которые в кратчайшие сроки ликвидировались. Без этого, к сожалению, последние годы не обходятся, потому что сети уже ветхие, в порядок приводить мы их не успеваем полностью, поэтому аварийная ситуация возникает. Допустим, вот пример у нас Т-центр города, мы были вынуждены в конце октября на три дня остановить, чтобы в будущем при уже отрицательных низких температурах, она работала нормально, были выполнены еще работы по ликвидации трех утечек. А тогда подождите, получается, но ведь мы в том числе не первый раз с вами встречаемся здесь в этой студии, говорим о том, что когда там происходит опрессовка всей этой большой системы, когда подается там, ну может быть не теплая вода, а холодная вода под большим давлением того, что необходимо, и таким образом выявляются вот эти вот там протечки и слабые места. Мы это все сделали, протечек вроде не нашли, а почему сейчас появилось-то? Ну потому что слабых мест достаточно много при опрессовке, той, которая проводится, скажем так, при подготовке к отопительному сезону, ну это слабое место могло и не проявиться. А, то есть прорвалось по соседству, да? Глубально по соседству рядом. Вот. Поэтому плюс еще тут уже идет с температурой все это дело уже, поэтому эти проблемы возникают. Да, к сожалению, от них пока не уйдешь. Но все это ликвидируется в кратчайшие сроки. Работает у теплоэнерго и у теплосети основных наших поставщиков. Есть круглосуточные аварийные службы, аварийные бригады. Они мгновенно выезжают на эти объекты и ликвидируют аварийные ситуации. А вот тогда, вы смотрите, вы говорите, да, на три дня мы остановили подачу вот по этой магистрали, которая отец центр города. Вот устранили ее за три дня. Это вкладывается ли в нормативы, которые прописаны, насколько я правильно помню, в постановлении правительства, да, в какие сроки нужно устранять те или иные аварийные ситуации. И тогда, получается, в домах не было тепла или как-то подавали его по-другому? Нет, в домах не было тепла и горячего водоснабжения. А в нормативы мы вложились за эти три дня? Ну, как таковых нормативов по ликвидации аварийной ситуации нет. Есть один норматив, что не норматив, а норма, что в течение 40 дней планов работы проводятся на системах горячего водоснабжения и отопления. Особо горячего водоснабжения, точнее. Ну, тут, к сожалению, приходится выбирать или зимой получить аварию уже серьезную, или сейчас провести эти работы. Как население на это отреагировало? Или с пониманием, что, да, лучше сейчас перетерпеть, пока не так холодно, да? Я думаю, с пониманием еще не было. Это был конец октября, еще температуры были довольно комфортные. Вот. В любом случае, население было оповещено. На сайте администрации тоже. Выступил по телевидению директор Красноархотеплосития Сергея Сергеевича, объяснил ситуацию. И, в принципе, каких-то таких негативных последствий не было. А вот скажите, если мы говорим, допустим, там об электричестве, да, то вот когда что-то случается, там, я не знаю, порыв, подстанция вышла или так далее, можно привезти какие-то генераторы более или менее мощные, да, и как-то запитать какую-то определенную территорию. Можно перекинуть, система закольцована, да, можно перекинуть провода и как-то это сделать. Если мы говорим о тепле, если мы говорим о горячей воде, такое возможно? Или здесь нужно только устранять аварию, да? Нет, здесь нужно устранять аварию, здесь нет. Это в электричестве, там, за счет того, что сеть закольцована, и они могут нагрузкой распределить с других источников. То здесь источник один, котельная, поэтому тут приходится быстро работать, чтобы эту аварийную ситуацию устранить, и ресурс был подан. А как с электричеством закольцевать всю систему, поставить какие-то, я не знаю, дополнительные котельные, которые будут подогревать ее по ходу, для, вообще, да, это невозможно для города Краснодара или невозможно для любого города? Это просто экономически нецелесообразно. В первую очередь, экономика должна. То есть, и к этому стремиться смысла нет никакого? Нет, у нас есть, допустим, есть сезонные котельные, у нас есть закольцовка определенная, вот ЭКО в основном, есть сезонные котельные, которые зимой работают, а летом горячую воду подается от других источников, они закольцованы. Но когда идет уже зима, то это трудно распределить эти сети. Если мы говорим, ну, пока далеко не ушли от ТЭЦ, мы опять же здесь неоднократно с вами говорили о том, что это основной поставщик тепла для города Краснодара, по крайней мере для той части, которая достаточно давно существует в городе, которая уже достаточно давно сформировалась, и центр города, и гидрострой, и тот же самый Комсомольский. ТЭЦ, я так понимаю, еще на полную мощность не вышла, но если вдруг ударят морозы, насколько она готова будет быстро нарастить мощности? ТЭЦ на полную мощность, просто система отопления, подачи работы – это температура наружного воздуха. То есть, если температура наружного воздуха, допустим, плюс один градус, то параметры теплоносителя должны быть соответствующие. ТЭЦ готова, она провела все необходимые работы, и при понижении температуры дается ресурсоснабжающая организация заявка на температуру и давление, и, естественно, это все ТЭЦ производит и подает. Опять же, вот здесь, в этой студии, общаясь и с вами, и с вашими коллегами, не раз говорилось, что там отопительный сезон или там повышение температуры в трубах, да, это вот, ну, не как, опять же, с тем же самым электричеством – включил, выключил, да, здесь включил, должно пройти какое-то определенное время, пока система прогреется, пока все это разгонится. Вот этот срок, он насколько долгий, или здесь индивидуально в каждом долге? Ну, все зависит, да, от, скажем так, масштаба котельной и количества тепловых сетей, диаметра, от объема воды, который должен пройти. Ну, так, в среднем, сутки-двое? Ну, в среднем, если котельную запускают, то в течение там трех-четырех часов она набирает режим, ставят на циркуляцию, проводят, вот еще раз говорю, работы по сбрасыванию воздуха, и сеть начинает работать. То есть, если, допустим, завтра, ну, не дай бог, конечно, послезавтра у нас там резко упадет температура градусов на 10-15, то нам придется какое-то время подождать, пока разогреется система, или мы сможем оперативно это сделать? Нет, смотрятся прогнозные температуры и заказывается на том же ТЭЦ, заранее заказывается, что по прогнозу… А, то есть, система по прогнозу начинает разогревать заранее? Конечно, это заранее, эта температура заказывается, и поэтому такого, скажем так, провала не бывает. То же самое на котельных, у них есть операторы, зная о том, что будет понижение температуры, они просто увеличивают… Ну, да, понятно, количество тепла, которое… Количество газа, количество тепла увеличивается. Мы заканчивали первую часть программы на том, что даже если сейчас будет такое достаточно резкое похолодание, то система отреагирует заранее, и жители, в принципе, не должны заметить, если не будет какого-то форс-мажора, если не будет никаких аварий. Я все-таки вернусь к подготовке отопительного сезона. Вот этот период подготовки, который у нас был, я не знаю, летом, ранней осенью, если сравнивать его с прошлыми годами. Сильно ли он отличается? Было сложнее в этом году или проще, с учетом того, что, насколько я правильно понимаю, финансирование вот этой части за последние пять лет достаточно приличное и подрастает? Ну, в принципе, в этом году, по сравнению с прошлыми годами, конечно, была проведена большая работа по ремонту сети. В первую очередь это касается теплотрассы ТЭД «Центр города», которая уже практически выработала свой нормативный срок службы. Вот. Принято решение о том, что в течение пяти, максимум шести лет эта теплотрасса, ее длина порядка восьми километров чуть больше, будет заменена на новую. То есть полностью заменена? Полностью заменена за счет инвест-программы Красноар теплосетей. Вот. Со следующего года они начнут уже эти мероприятия выполнять. Там расписано, причем взяли обследование этой сети, расписано в первую очередь делать самые проблемные участки, которые уже вызывают опасения, чтобы не было проблем. Да. Вот. Кроме того, значит, в этом году Красноар теплоэнерго вел в строй пять новых котельных. Последние годы у нас такого не было. У нас котельные практически, ну не практически, если они строились, то это строились застройщики, которые строят дома, и они строили котельные. А вот именно АТЭК новых котельных не строил. В первую очередь, это котельная на улице Октябрьской. То есть, когда-то там была, существовала котельная, потом, когда вот была построена теплотрасса ТЭД, центр города, эта котельная была перейдена в режим ЦТП. В связи с тем, что в последние годы были большие проблемы массовые обращения и жителей, и учреждений, которые находятся в зданиях, обслуживающих этими. Вот. Было принято решение эту котельную восстановить, чтобы нагрузка, которая уже, скажем так, не… Ну, то есть, тот предел нагрузки, который уже дошел до пика, немножко сбалансировать. Было построено, практически осталось только здание, новая котельная, были новые оборудования, два котла… А, то есть, не то, которое раньше стояло и вернули обратно? Нет, нет, совершенно новые, два котла итальянского производства, отремонтирована дымовая труба, отремонтирована кровля, фасад, приведено все в порядок. Вот. С этого года она с конца, ну, где-то с 20-х чисел октября она уже заработала. Вот. Она позволила переключить на эту котельную порядка 30 абонентов, то есть потребителей. Это большие дома, да, объектов. Вот. Кроме того, значит, были построены еще новые котельные, это первый Лиговский проезд, большая мощная котельная. Вот. Это на Тополиной 46, она пока небольшая, но она блочно-модульная, с перспективой, как будет идти застройка, будут добавляться дополнительные модули. И на свободной 76 у нас были проблемы котельные, не тянуло тоже уже нагрузку. Ну, они построили рядом новую, опять же, блочно-модульную котельную. Вот. И самый еще большой шаг у нас в этом году сделан, это на котельной теплосети на Восточно-Кругляковском районе на улице генерала Трошева, 22. Введена в строй вторая очередь котельная мощностью 50 гигакалорий. То есть, было у нас 100. Вообще, это БМК-250 рассчитано на 250. Было 100. Вот сейчас 50 уже Ростехнадзор на прошлой неделе уже обследовал, ведется приемка. И я думаю, к середине декабря эти приемка будет завершена. И котельная это тоже самое вступит в строй. Это очень важно для стремительно развивающихся, вот это микрорайон в районе генерала Трошева, героев-разведчиков. Вот. И еще там уже заложен фундамент под последний этап вот этих два котла по 50 гигакалорий, которые планируются в 2019 году начать строительство тоже. А вы говорите, да, вот мы там за последнее время там ничего не строили, кроме заставщиков, вот сделали новых пять котельных. А застройщики тоже в этом году что-то строили? И мы это как-то принимаем в нашу систему теплоснабжения или для застройщиков пока не было такого? Нет, застройщики, да, застройщики строят, если есть необходимость, если нет рядом, скажем так, ресурсов теплоснабжающих организаций, чтобы подать им ресурс, они строят. Вот у нас нефтестроендустрия две котельные построили. Они после того, как построили, они передают специалисты организации на обслуживание, она занимается обслуживанием, и эти котельные работают. То есть, получается, город прирастает теплом? Город прирастает. Естественно, вот эти все изменения, которые идут, у нас ежегодно актуализируется схема теплоснабжения города, и вот эти новые объекты, они вводятся в схему, и в схеме теплоснабжения это все отражено. Вы сами говорите, мы построили несколько новых котельных, потом еще была модернизация, насколько я знаю, где-то что-то отремонтировали, где-то что-то заменили и так далее. Вот эти, скажем так, новые или модернизированные объекты, как они себя показали вот в эти первые отопительные дни, опять же, я понимаю, что они сейчас не работают на полную мощность, и даже, может быть, процентов на 10 своей мощности не работают. Но, тем не менее, система работает, все ли там нормально, нет ли сбоев, и я понимаю, что там еще должна пройти какая-то наладка, потому что все должно притереться друг к другу. Ну, по этим котельным сбоя пока не было. В любом случае Ростехнадзор выдает сначала разрешение на проведение пусконаладочных работ. После их проведения делается отчет о пусконаладке, и потом уже вводится строй основной. Поэтому пусконаладка, она проводится перед вводом котельной окончательно актом Ростехнадзора. А, то есть, сейчас она уже все там отлаживается? Сейчас она уже в рабочем режиме выходит и работает, да. Еще один момент. Да, мы с вами говорили о том, что, ну, хорошо, там еще холодов больших нету, там будут постепенно они нарастать, но это так, там в центральной полосе России так бывает, да. Сначала не холодно, потом прохладно, потом холодно, потом очень холодно, потом в обратную сторону. У нас на Кубане вот это все прыгает. Сегодня может быть минус десять, завтра может быть уже плюс пятнадцать. Насколько вот такой режим температурный, скажем так, неблагоприятен для работы отопительной системы? И если такая чехарда начнется, мы готовы к этому или нет? Не, ну, в принципе, конечно, перепады температуры резкие, они, ну, оказывают свое влияние. Но система отстроена так, что она работает от температуры наружного воздуха. Как только температура поднимается, естественно, параметры теплоносителя опускаются. Вот, при понижении температуры они поднимаются. То есть эта система отстроена, она работает. Каких-то таких скачков и каких-то провалов не бывает. Ну, все равно ты только с вечера котел раскочегарил, он работает на полную мощность, а к следующему вечеру ему надо его уже останавливать, потому что… Ну, его не останавливают, он просто уменьшается. Ну, да. Производительность газового оборудования выставляется на более низкую температуру. Ну, поверьте, в домах оно пока два-три круга пройдет, оно все быстренько приходит в порядок. Вот, опять же, вы сейчас сказали это слово «газ». Да, я понимаю, что сейчас это современное топливо, и я помню эти работы наверняка и в этом году они тоже проводились, когда мы переводили котельные на газовое оборудование, на газовое топливо. А сейчас в городе Краснодаре у нас меняется поставщик газа, по крайней мере, в квартирах приходят уведомления о том, что нужно перезаключать договоры о том, что поставщик будет другой. Это как-то может отразиться на работе наших котельных, если вдруг кто-то там где-то что-то не перезаключит или там где-то какие-то документы не придут? Не останется ли мы без тепла? На работе котельных это не отразится по одной причине, что поставщик у котельных уже давно, межрегион газ. Это тот поставщик, который сейчас для населения у нас поставщиком был Краснодар-Гургаз. Вот сейчас происходит переход для населения от Краснодар-Гургаза к межрегион газу. А, то есть, получается, население теперь приближается к котельным, да? Котельные уже давно работают. Поставщик у них будет межрегион газ. Это с 1 января. В принципе, они сейчас рассылают оферту. Там все прописано, как, куда обращаться. В прессе и по телению уже были даны соответствующие разъяснения. Поэтому эта процедура идет, она идет в рабочем режиме. Ну и еще один момент, если вдруг я по каким-то причинам, давайте, мы это проговаривали, но давайте еще раз напомню. Если по каким-то причинам я понимаю, что у меня недостаточно теплая батарея, то нужно обращаться куда? Прежде всего, управляющая компания ТСЖ. Конечно. Если, скажем так, мер не принимается или что-то, обращаются в департамент городского хозяйства. Есть телефон горячей линии, он был размещен на сайте. Вот. И есть у нас такая еще служба 050. Единая диспетчерская дежурная служба. Та, которая принимает эти заявки, опять же, отправляет их или в ресурсоснабжающую организацию, или в управляющую компанию. И берет это на контроль. И управляющая компания, после того, как у нас, когда идет период запуска тепла, все заявки, которые мы получили в течение ночи, они с утра отрабатываются департаментом и муниципальным казенным учреждением горжилхоз. Выходят на место, смотрят замеры температуры, замеры давления, и к вечеру эти все сведения поступают назад в едино-диспетчерскую службу. Ну что ж, спасибо большое. Спасибо большое, Юрий Зеленович, что пришли и ответили на наш вопрос. Уважаемые телезрители, я хочу вам напомнить еще раз, что мы сегодня говорили о тепле, мы сегодня говорили о отопительном сезоне, мы сегодня говорили о том, что все котельные в городе Краснодаре уже запущены и работают, и что тепло в наши дома уже поступает. А гостем нашей сегодняшней программы был заместитель директора департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса Краснодара Юрий Донченко. Еще раз большое спасибо, но и прежде чем попрощаться, напомню, что каждый четверг на нашем сайте tv-crasnodar.ru мы выкладываем тему наших ближайших программ, вы можете оставлять свои вопросы, и они обязательно прозвучат в нашем эфире. А на сегодня это все, увидимся в следующий раз, всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok